За последний квартал только по гражданским делам было зафиксировано пять фактов грубых нарушений судей. Это означает, что этих судей могут привлечь еще к дисциплинарной ответственности. Об этом на брифинге сообщил председатель судебной коллегии Шарипов. Почему местные судьи подвергаются критике, выясняли наши столичные корреспонденты. Казахстанские суды не идеальны. В них есть некомпетентные и зависимые судьи, а также проявление коррупции. В этом признавался экс-председатель Верховного суда Асанов. По рейтингу создания условий в судах казахстанская судебная система находится на четвертом месте в мире. Но по независимости каждого судьи мы на 79 месте из 139 стран, то есть в конце. Главным образом критика связана с тем, что судьи в Казахстане зависимы от председателей. Не было ни одного случая, когда судья вынес решение вопреки позиции председателя. Именно они решают, кому расти, кого наказывать, кого поощрять. В их власти проверять любого судью, отменять их акты. Нужное дело всегда попадает нужному судью. Или сложными делами заваливают неугодного судью, а потом выдвигают претензии. При этом областной суд закрывает глаза на незаконные приговоры. Причина этого – зависимость от рейтингов и показателей, признавался Асанов. За три месяца этого года Кассационная инстанция только по гражданским делам указала по пяти фактам на действия нежестоящих судов грубые нарушения. А указание в нежестоящие инстанции грубого нарушения влечет рассмотрение вопроса о дисциплинарной ответственности этого судья. Ситуация с судами Казахстана также влияет на инвестклимат. Так, опросы предпринимателей показывают критический уровень недоверия бизнеса к суду. Среди причин – коррупция и большая нагрузка на судей, не позволяющая им вникать в суть спора. Особенно безнадежными считаются случаи, когда оппонентом в суде выступают госорганы. А еще судебные волокиты порой становятся фатальны для бизнеса. С момента подачи иска и до вступления решений суда в законную силу могут пройти годы. Также критики просят увеличить присутствие в судах присяжных. Смысл института присяжных в том, что представители простого народа получают возможность вершить правосудие. Иными словами, государство делится властью с народом. Там при пересмотре вердикта суда присяжных основания пересмотра очень ограничены. Очень ограничены. Высшестоящая инстанция апелляционной коллегии не дает оценку доказательной базе другим вещам. Это вердикт. В основном в компетенцию присяжных входит рассмотрение уголовных дел, где предполагаемой мерой наказания является пожизненное лишение свободы. В делах с публичным обвинением, то есть с присутствием прокурора, чаще всего дела заканчиваются обвинительным приговором. Другими словами, у подсудимых практически нет шансов выиграть уголовное дело. Однако присяжные заседатели нарушают данную традицию, оправдывая гораздо чаще, чем принято в обычных судах. Бауржанший Ахмедян Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.